Уважаемые коллеги, добрый день. Доброе утро, доброе утро, господин президент. Добрый день. Слышите меня, да? Очень хорошо. Я очень рад возможности встретиться с вами, с ведущими итальянскими предпринимателями, нашими коллегами и друзьями. Мы встречались в октябре 2018 года и провели конструктивный разговор тогда о перспективах развития торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и Италией. Многие из ваших полезных рекомендаций были учтены в постоянной нашей работе по формированию благоприятного климата для роста и развития экономической среды, совершенствованию хозяйственного регулирования и, разумеется, по улучшению бизнес-климата, о котором я только что упомянул, в том числе в контексте привлечения иностранных инвестиций. Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены и, в целом, влатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно удовлетворением и констатировать, что нашим странам удалось сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке. За 11 месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8%, до 27,5 миллиарда долларов. Думаю, что даже после окончания подсчёта, скорее всего, этот показатель превысит планку в 30 миллиардов долларов. Сегодня, уважаемые коллеги, предлагаю сосредоточить нашу дискуссию на темах, которые волнуют вас, наших коллег, инвесторов, предпринимателей, работающих в России и заинтересованных в расширении коммерческих связей с нашей страной. Мы хотим обсудить наиболее актуальные вопросы российско-итальянского экономического сотрудничества. Хотел бы особо подчеркнуть, что мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Ваша страна занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией. Вложения итальянских компаний в российскую экономику составляют порядка 5 миллиардов долларов, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в 3 миллиарда. С большой отдачей функционирует созданная с участием Российского фонда прямых инвестиций в 2019 году российско-итальянская инвестиционная платформа для финансирования крупных капиталоемких совместных проектов. Сейчас в России работает около 500 итальянских бизнес-структур. Спектр отраслей, в которых они представлены, действительно впечатляет. Это электроэнергетика, сталелитейная, нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, вертолетостроение, высокие технологии, агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, банковское и страховое дело, многое другое. В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере, имея в виду Ямал-СПГ, а также Арктик-СПГ-2, в которых задействовано более 60 предприятий из Италии. Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте «Восток-Ойл», который Роснефть реализует на севере России, в Красноярском крае. Наша страна является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. В 2021 году «Газпром» направил в Италию 22,7 миллиарда кубических метров природного газа, что значительно больше, чем за 2020 год. Там было 20,8 миллиарда. Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с «Газпромом» на основе долгосрочных контрактов и сегодня имеют возможность покупать «Газпром» по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже, рыночных, так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложений. Видим серьёзные перспективы для расширения российско-итальянского делового партнёрства и в других сферах энергетики. Прежде всего речь идёт о разработке, применении и коммерциализации возобновляемых источников, энергии. Итальянский бизнес уже инвестировал порядка 500 миллиардов миллионов евро в строительство ветропарков в трёх российских регионах – это Ставропольский край, Ростов, юг России и Мурманская область на севере. На базе мурманской ветрогенерации будет совместно производиться так называемый «зелёный водород» для дальнейшего экспорта страны Европы. И, к слову, за последнее время Россия предприняла ряд важных шагов по созданию низкоуглеродной экономики. Планируем, вы наверняка слышали об этом, я тоже уже говорил, планируем выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, одновременно сохраняя устойчивый экономический рост. Россия располагает значительными ресурсами и технологическими возможностями, которые имеем в виду использовать для развития «зелёной энергетики». В ближайшие годы начнут осуществляться пилотные проекты по производству водорода с низким уровнем выбросов парниковых газов и его применением в энергетике, транспорте, промышленности. Реализуется концепция развития водородной энергетики, и Россия может стать к 2035 году одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода. Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские бизнесмены, чувствовали себя на рынке России максимально комфортно. На системной основе принимаем меры для улучшения делового и инвестиционного климата. Большую роль в этом плане играет консультативный совет по иностранным инвестициям при правительстве России, который уже 26 лет занимается совершенствованием условий предпринимательства. В России регулярно проходят многочисленные международные экономические форумы. Вы знаете обо всех. Это Петербургские, Восточные, ежегодная выставка Инопром в Екатеринбурге и другие. Итальянские компании традиционно активно участвуют в их работе. В прошлом году на полях Петербургского форума была организована специальная сессия российско-итальянского бизнес-диалога. А на Инопроме Италия выступила в качестве страны-партнёра. Хотел бы особо упомянуть также, что российская столица, Москва, выдвинула свою кандидатуру на проведение всемирной универсальной выставки «Экспорт-2030». Мы знаем, конечно, уважаемые коллеги, что Рим также является городом-кандидатом. При этом Италия уже проводила такие мероприятия, становилась хозяйкой всемирной универсальной выставки. Наша страна никогда этого не делала, хотя принимает участие на протяжении 170 лет. Является неизменным участником международного выставочного движения. Была представлена на первой экспо в Лондоне в 1851 году. Мы посоревнуемся с вами. Уважаемые коллеги, полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы намерены уделять в будущем приоритетное внимание. Подчеркну, что вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики. Согласно оценкам по итогам минувшего года, рост ВВП составит примерно 4,5%. Безработица у нас держится на исторических минимумах – 3,4%. Отмечу также, что действующие в нашей стране компании активно используются самые разнообразные механизмы поддержки. Они пользуются этим, потому что мы их предлагаем и нашим, и зарубежным партнерам. Зарубежные корпорации, локализовавшие производство на территории России, получают дополнительные льготы, могут пользоваться налоговыми преференциями в особых экономических зонах, работать на основе специальных инвестиционных контрактов. Кроме того, в середине текущего года вступит в силу льготный порядок оформления вида на жительство для иностранных инвесторов. Конечно же, активизация деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов. В этом контексте упомяну недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведенное в Национальном институте инфекционных заболеваний в Италии, по результатам которого российский препарат «Спутник Ви» продемонстрировал наибольший титр вируса, нейтрализующих антител к штамму омикронов, и вновь доказал тем самым свою высокую эффективность. Уважаемые коллеги, на сегодняшней встрече с российской стороны присутствуют ключевые министры экономического блока правительства, а также руководители ряда крупнейших отечественных компаний. Они, естественно, будут иметь в виду все беспокоящие вас проблемы и будут с вами в постоянном контакте, чтобы способствовать вашей дальнейшей успешной работе в России. Давайте перейдем к работе, к нашей непосредственной дискуссии. Я благодарю вас за внимание и с удовольствием передаю слово президенту Италии российской торговой палаты господину Винченце Трани. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, что на связи прямо сейчас вместе с нами находятся члены правительства, мои коллеги, правительство Российской Федерации, как я уже сказал, руководители наших крупнейших компаний, ваши партнеры часто. И, как у нас было в прошлый раз, я с удовольствием буду передавать им слово в ходе нашей дискуссии. Так что вы из первых уст, что называется, сможете услышать оценки своих российских коллег перспектив дальнейшего развития российско-итальянских экономических связей. Пожалуйста, прошу вас. Добрый день, господин президент. Большое спасибо в первую очередь за такую возможность. Не слышно? Слышно, слышно. Отлично. Слышно? Окей, прекрасно. Прекрасно. Спасибо большое. Прошу прощения за это, на технической мерополадке. Огромное спасибо за такую возможность, которую как раз дадите сегодняшний день в Итеросийской торговой палате и мне лично. Спасибо за то, что ответили на нашу просьбу. Не слышно? Слышно, слышно. Громе. Окей. И, конечно, на сегодняшний мероприятий я хотел как раз подключить самые и крупные итальянские компании, в том числе представители другие ассоциации, которые создают вместо Ситра-Российской торговой палаты система Италия. И особо, конечно, хотел подключить главный комитет предпринимателей тророссийских, который возглавит господина Трункетти-Проэйра рядом со мной. Вместо с ним мы организовали это мероприятие. Особо хотел поблагодарить, потому что для этой компании, которая со мной сидит здесь, это очень важно, иметь такую возможность и такой прямой диалог. И, конечно, очень важно не только для их, в том числе для многих компаний, которые, как Вы озвучили, почти 500 компаний, которые инвестируют и работают в Россию, которые на самом деле очень хотели, конечно, присутствовать и участвовать, но это, к сожалению, возможности не были. Здесь именно с этим целью мы подключили в список наших спикеров, в том числе два ассоциации, которые вместо с нами работают, строят диалог и мост между Россией и Италией. Это ассоциация «Конфиндустрия» и ассоциация «Джиммун импресса». Италия Российская торговая палата, она существует уже 57 лет. И наша работа, наша задача – это создать диалог. Диалог, в том числе в периоды, когда не всё самое хорошо идёт. Иногда диалог нужно ещё больше, когда есть какие-то трудности. Но связи, которые есть между Италией и Россией, между нашим народом, они ещё более древние, чем существование нашего государства. И даже раньше, чем Итальянская республика существовала, уже существовал бизнес между итальянцами и Россией. В этом направлении, я думаю, что сегодняшнее время, которое и последние годы, это ничего другого, чем сложные внешние факторы, которые иногда появились в течение этого много лет между Россией и Италией. Конечно, эти сложные факторы, сложные ситуации, сложные моменты, они были много раз. И мы всегда преодолели как раз с помощью диалога. Именно в этом моменте особо диалога, я думаю, что является как раз наш главный инструмент. И особо диалога между бизнесом, да, с бизнесом. Я всегда говорю, мои коллеги-предприниматели, поскольку я сам предприниматель, я стал предпринимателем в России, я всегда говорил, что лучшая инвестиция и, конечно, лучший бизнес создаётся всегда во времена, когда есть сложность. И меня с этим логикой всегда вёл свой бизнес. И поэтому сегодня особо поддерживаю и советую много других предпринимателей, которые смотрят на Россию как страна-возможность именно сейчас посмотреть потенциал России, которая после этой международной кризисы с COVID, она, конечно, готова, также для Италии, на новый ренессанс. И меня в этом направлении сегодняшний день, в направлении как раз дальнейшего развития и в направлении как раз строя новые возможности, и новые диалоги, я именно в этом направлении, который сейчас передает слово мой коллега, господин Марко Трунхетти-Провера, исполнительный вецепрезидент и генеральный директор Пирали СПА и, конечно, со-председатель Италии-Рассийский комитет по предпринимателям. Спасибо. Спасибо.